Рад представить Илью Гомаранова, заолга, сотрудника Сколтех, писателя-натуралиста, популяризатора науки и лауреат премии за верность науке. Илья, давайте поприветствуем. Спасибо большое. Всем добрый вечер. Лекция называется «Сны для осьминога», но маленький спойлер про осьминога будет совсем немножко в конце, и больше я про него особо ничего не расскажу, потому что все исследования с осьминогами пока очень-очень трудные, хотя, конечно, они нам очень интересны, потому что, по сути, если мы будем говорить о осьминогах, то это такие приматы моря, наверное, одни из самых умных моллюсков, вообще одни из самых умных существ на нашей планете и одни из самых умных морских жителей. Люди задумались о том, что интеллект животным свойственен довольно давно. Конечно, хотелось всегда думать, что человек – это что-то такое исключительное. У нас есть интеллект для того, чтобы мы решали сложные задачи, приспосабливались к жизни в нашей среде. Но еще в Древней Греции Аристотель, наблюдая за доступными ему животными, это были собаки, ослы, лошади. Чаще всего действительно все эксперименты и все наблюдения сначала делались с животными, которые были рядом с человеком и которые могут выполнять команды, потому что с ними ставить такие эксперименты сильно проще. И он уже тогда догадывался, что животные решают задачи не совсем тривиальным образом. Они как-то видоизменяют свои действия или применяют прошлый опыт для того, чтобы решить задачу, с которой они только-только столкнулись. Но потом, как мы понимаем, к власти приходит религия, и на долгий период интеллект животных остается вне исследований ученых, но, по крайней мере, вне явных публикаций, потому что христианство все-таки считает, что человек что-то исключительное, в отличие от всех других живых существ. Но, так или иначе, ученые продолжают все равно наблюдать за животными, они продолжают у них вызывать интерес. И одна из первых книг, посвященная целиком интеллекту животных, она есть в переводе на русский язык, вышла под авторством Джорджа Роменса. Джордж Роменс, опять же, наблюдал в основном за собаками, ослами, лошадьми, которых вы видите и на обложке российского издания книги, русского издания этой книги. И книжка больше похожа на набор увлекательных, интересных фактов, нежели на настоящее научное исследование. То есть, если мы сегодня ее начнем читать, у нас есть, конечно, масса вопросов к тому, как проводились эксперименты, что он наблюдал и действительно ли он это наблюдал. Может быть, это был плод его воображения, но, тем не менее, тогда складывается ощущение, что все-таки у животных тоже есть способность к мышлению и способность к решению сложных задач. Но надо сказать, что во времена Джорджа Роменса были и другие ученые, и были многие более весомые, чем Джордж Роменс. Один из них Конвиллойд Морган, который был классическим бехевиористом. Он считал, что животное – это набор инстинктов. И, соответственно, такая машина, которая просто может решать задачи запрограммированным образом. Фактически никакого творчества там быть не должно. И он был более крупным ученым на тот момент, он имел больший авторитет, поэтому исследования Джорджа Роменса так и не стали широко известны, и он продолжал исследования в других областях науки. Тем не менее, сегодня мы считаем, что интеллект свойственен самым разным животным, и вообще интеллект – это способность к познанию и решению разных проблем, разных задач, и он включает в себя очень много разных способностей. Интеллект – это такое комплексное понятие, он включает в себя ощущения, восприятие, воображение, память, безусловно. И он свойственен всем, наверное, я бы сказал, что очень многим животным. Не всем, конечно, но многим. Прежде всего, нашим ближайшим родственникам, человекообразным обезьянам, но мы можем его найти у самых разных групп птиц, мы можем найти у рептилий. Сегодня мы знаем, что есть способность решать какие-то задачи и у амфибий, у насекомых, у рыб и многих-многих других существ. Конечно, мы в плане интеллекта довольно исключительно. У нас очень сложный мозг, и до сих пор, конечно, не очень понятно, почему наш мозг стал такой большой, главное, что послужило причиной. Есть несколько версий, и, возможно, они работали все вместе, возможно, какая-то была первая, что-то стало триггером, и дальше пошло развитие. Но одна из версий, что мозг более сложный, потому что наши предки жили в трехмерной среде, трехмерная среда всегда предполагает того, что нужно делать сложные расчеты для передвижения, потому что у вас пространство не только под ногами, но еще и перед вами, и над вами, и вот если вы прыгаете с ветку на ветку или с гаража на гараж, то голова должна работать хорошо, потому что если вы прыгаете с гаража и не рассчитаете расстояние, то есть риск, что вы не доживете до взрослого возраста. Всеядность. Всеядность тоже всегда влечет за собой более сложное развитие интеллекта. Если мы посмотрим на хищных птиц, то в целом они не могут похвастаться особой способностью к решению тех или иных задач. Та же сова вряд ли может стать гением среди всех остальных птиц, потому что, в общем, задача не такая сложная, любая мышь съедобная. Основная задача – поймать мышь, уже разбираться, что она ядовитая или нет, но такого, скорее всего, не будет. А вот если вы едите кучу разных продуктов, вам надо запоминать, какие вкусные, какие нет, какие ядовитые, какие нет, и все это в течение жизни должно накапливаться в вашей голове. Ну и, конечно, социальный образ жизни. Он тоже влияет на развитие интеллекта, на развитие мозга. И мы не знаем, на самом деле, мозг влияет на то, что человек или другие животные становятся социальными, или наоборот. Так или иначе, у человека с момента появления социальной жизни и языка, соответственно, мозг становится сильно-сильно больше. Слушай, животных много довольно глупых, несообразительных, и многие из них живут там, где ничего не меняется. Ну, если вокруг вас много еды, вокруг вас тепло, нет хищников, то в целом это удобно. Ничего не нужно изобретать. На вас никто не нападет, вас никто не съест, и вокруг вас еда, в принципе, очень удобная. Это в основном островные животные. Если мы окажемся на Мадагаскаре, то мы там увидим много рептилий, которые, в общем, не очень славятся своим интеллектом. И я, как обладатель хамелеона, могу точно сказать, что это ящерица, которая не способна решить ни одну задачу. Он не всегда справляется с пониманием, где насекомое, где ветка, где цветочек. Охотится он на обум, и он точно не очень хочет убегать. Понимаю, что я, в общем, не хищник. Есть я его точно не буду. То же самое происходит в Австралии. В Австралии мы видим большое количество животных, которые не обладают суперсложным поведением. Даже среди мелькопитающих мы таких можем найти животных. Один из них, пример, это коала. И, собственно, коалы сейчас страдают очень сильно в Австралии из-за того, что там начали появляться и хищники. Человек завез с собой в Австралию самых разных существ, одни из которых лисы. И лисы неожиданно в Австралии научились охотиться нетипичным для них образом. Они залазят на деревья и ловят там коал. Лису не смущает то, что коала пахнет эвкалиптом, что она не очень приятная, видимо, на вкус. Но за неимением лучшего и коала сойдет. И коала тоже не очень понимает, кто к ним прилез на дерево, потому что до этого несколько тысяч лет к ним вообще никто не приставал. Так, из-за образа жизни, из-за того, что коалы живут там, где много еды, эвкалипты, их мозг стал очень маленький и на нем практически нет извилин. Вы видите картинку мозга. Мозг очень-очень простой. И отсутствие сложного поведения нам говорит то, что детеныши коал практически не играют. То есть отсутствие игры прямое свидетельство о том, что сложного поведения мыслительных процессов в мозге особо не происходит. Другое животное слева. Кто знает, что это за животное? Поднимите руку давайте. Ура! Да, и какашки-вомбаты, которые квадратики. Не у всех вомбатов какашки-квадратики, но большей частью кубики. Кубиками они метят территорию. И если животное территориальное, оно обладает более сложным поведением. Вам нужно заполнить территорию. Вам нужно помнить ваших сородичей, которые к вам могут заходить на территорию, которые нет. Ну и мы видим, что в принципе детеныш, во-первых, испытывает некоторые явные чувства к своей матери. Он явно к ней ластится. А во-вторых, детеныши-вомбатов уже умеют играть. То есть поведение у них более сложное. Но тоже, конечно, гениями среди животных назвать их довольно сложно. Когда люди задумались о том, что у животных есть интеллект, нужно было придумать какие-то тесты, которые нам позволят разделить животных на умных и не очень. Тесты всегда универсальны. Человек мы тоже хотим всячески измерить, сказать, что есть люди умные, есть люди глупые. Самый базовый тест, который появился довольно давно и используется в целом до сих пор в разных модернизациях, это зеркальный тест. Зеркальный тест вы все проходите утром, когда просыпаетесь, идете в зеркало, чистите зубы и не пугаетесь своего изображения в зеркале. На меня с утра смотрит в зеркале не какой-то мужик, а я сам. Как бы я плохо не выглядел, я все равно себя узнаю. Это отчасти говорит о том, что голова моя все-таки работает еще немножко. И я понимаю, что в зеркале не какой-то другой мифический мир, а, собственно, отражение моего реального. То же самое с животными. Например, шимпанзе, ближайшие к нам сородичи, прекрасно проходят зеркальный тест. Конечно, не сразу. Сначала шимпанзе пугается зеркало. Когда первый раз показываешь зеркало любому животному, оно от неожиданности реагирует очень по-разному. То же самое и маленький ребенок. Ребенок тоже, когда первый раз видит себя в зеркале, реагирует не всегда корректным образом. Однако спустя некоторое время животное понимает, что в зеркале отражается именно эта обезьяна, не какая-то другая. Как удостовериться? Поставить на лоб красную точку, пятно какое-нибудь, когда обезьяна не видит. Например, она занята игрой или она спит. Вы можете поставить на лоб красную точку между глаз, а дальше дать зеркало шимпанзе. Шимпанзе смотрит в зеркало и понимает, что в ее внешности что-то поменялось. Она начинает изучать, что у нее появилось на лице. Она смотрит в зеркало, но трогает она не зеркало, а трогает она ту точку, которую она видит в зеркале. То есть она четко понимает, что за отражением скрыта именно она. Разные животные, вот макаки, прекрасно проходят. Сейчас, видите, не обязательно ставить красную точку, иногда светят просто лазером. И макака тоже трогает свою щечку, а не трогает изображение в зеркале, тем более не пугается его. И на самом деле они с большим любопытством изучают те части тела, которые в обычной жизни не очень хорошо видны. Ну, конечно, интересно увидеть, что у тебя на лице, потому что в нормальной жизни ты отражения себя не видишь. Сегодня зеркальный тест проходят разные птицы, многие млекопитающие. И был вопрос очень долгое время, проходит ли зеркальный тест киты, потому что китов во-первых нет ручек. Соответственно, мы не можем поставить классический эксперимент, потому что мы не знаем, что будет кит, как он будет трогать себя. Во-вторых, в воде поставить красную точку на лоб киту тоже довольно сложно, еще и зеркало. В общем, тест должен как-то быть модернизирован. Плюс китов не так много содержится в океанариумах, это отдельная проблема. В смысле, это и хорошо, что их мало содержится, с другой стороны, мы не можем изучать достоверное их поведение. Ну и на самом деле говорить о том, что поведение китов достоверно в океанариуме, это тоже не очень правильно. Тем не менее, с китами тоже удалось пройти зеркальный тест, поставить зеркальный тест, и киты его успешно проходят. Им ставят маленькое зеркало, такое, чтобы кит не видел себя целиком. И киты подплывают к этому зеркалу и к осадке. И они начинают изучать себя, они начинают смотреть на те части тела, которые они в обычной жизни не видят. Обычно они смотрят на седловидное пятно и на хвост, вот сзади, соответственно, седловидное пятно находится за спинным плавником. То есть кит старается извернуться телом так, чтобы посмотреть ту часть, которую он в обычной жизни не видит. Они крутятся около зеркала довольно долго. И около зеркала проводят гораздо больше времени маленькие киты, то есть молодые касатки, потому что они более игривые, более любопытные, у них, видимо, больше свободного времени, они не заняты добычей еды, они не заняты организацией своей группы. Поэтому маленькие детеныши очень долго крутятся около зеркала, рассматривая себя со всех сторон. Но правда же это интересно, ты видишь самого себя и видишь то, что, в принципе, ты видел раньше только у других китов. Так же, как делают маленькие дети, когда на них надеваете красивое платье. Они тоже начинают, девочки, крутиться перед зеркалом и рассматривать свою спину. Но я уверен, что если вам сегодня дали первый раз зеркало, вы бы сначала посмотрели на себя, на лицо, а потом бы начали рассматривать свою спину, потому что вы спину реже всего видите, да, если вообще вы ее когда-либо видели. Если ноги, руки, в целом вы видите и без зеркала. С кошками спорный вопрос. Проходят ли кошки зеркальный тест, мы не знаем. Но однозначно кошки пока в классическом его виде никак не проходят тест. То есть мы не знаем, узнают ли они себя в зеркале. Большинство кошки пугаются зеркала, либо вообще не обращают на него никакого внимания. Вопрос другой с собаками. Как вы думаете, проходят ли собаки зеркальный тест? Давайте руку. Кто думает, что проходят? Вся остальная часть считает, что собаки не умнее кошек. Есть предположение, что собаки хорошо проходят зеркальный тест, но тоже не в классическом его виде. Они не узнают в зеркале себя, скорее всего. То есть они не понимают. Если мы им ставим какие-то метки, они не пытаются счистить их, смотря на себя в зеркале. Но зато, если собака сидит перед зеркалом и смотрит мордой в зеркало, а сзади нее подходит хозяин, то собака всегда оборачивается на хозяина. То есть она понимает, что за ней пространство, и это пространство отражается в зеркале. Она не считает, что хозяин идет к ней со стороны зеркала. Так что, возможно, проходит. Другой пример интеллектуальной деятельности – это орудийная деятельность. Естественно, если вы умеете пользоваться какими-то предметами, то вы не так безнадежны. Если вы ложкой научились есть суп, значит, все хорошо. Ну, по крайней мере, до какого-то возраста. Потом уже есть вопросы. То же самое и с животными. Шимпанзе и разные другие обезьяны, макаки тоже многие, бонобо, орангутаны, гориллы – все прекрасно умеют пользоваться самыми разными предметами, особенно если им показать. То есть если вы один раз покажете шимпанзе, что ложкой можно есть суп, то она, безусловно, дальше будет использовать ложку для того, чтобы есть суп, особенно если миску нельзя поднять со стола. Вот в том эксперименте миска металлическая прикручена к столу. Соответственно, шимпанзе может что делать? Она может лизать, пить, пытаться из этой тарелки жидкую пищу, но это не очень удобно, и твоя морда пачкается, это не очень приятно. Если тебе дают ложку, то дальше, конечно, никаких сомнений нет, что ложкой можно удобно черпать и, соответственно, эффективно есть. Они без труда это делают, так же, как они умеют делать разные орудия, если им тоже человек однажды показал. То есть если вы обезьяне покажете, что палку можно точить особым образом, ей это покажется удобным, она дальше будет продолжать это делать. Конечно, не так хорошо, как это делает человек, но это уже просто особенность моторики рук, а не ее разума. Более интересная затея, если животное само додумывается до того, как можно использовать предмет, или переносит знакомое свойство предмета в жизнь, в другую ситуацию. Одно из первых наблюдений связано с шимпанзе-майком. Он на фотографии вверху, и это наблюдение, которое сделала Джейн Гудл. Джейн Гудл вы видите внизу. Джейн Гудл – прекрасный приматолог, один из самых великих приматологов, который был когда-либо на нашей планете. И Джейн Гудл жива до сих пор. Она большую часть жизни посвятила тому, что изучала шимпанзе. И открыла очень много про социальную жизнь этих животных. И сегодня я всем рекомендую посмотреть ее научно-популярные лекции, выступления на ТЭДе. Она рассказывает очень интересно о том, как она жила с этими прекрасными обезьянами. При этом интересно, что Джейн Гудл не узнает людей в лицо. У нее есть заболевание, когда она не может узнать человека по лицу. И, соответственно, шимпанзе она тоже узнает не по лицу, а по голосам, по каким-то действиям, по другим признакам. Но так или иначе она наблюдала за шимпанзе Майком. И Майк был слабым шимпанзе. Но любой самец-шимпанзе потенциально хочет стать патриархом. Потому что если ты становишься патриархом, значит в твоей жизни все хорошо. У тебя есть доступ к самкам, у тебя есть доступ к еде. В общем, жизнь удалась. Майк тоже хотел быть патриархом семьи, но у него не получалось, потому что он был маленький, слабый, громко кричать не мог. И, соответственно, если ты не патриарх семьи, тебя будут все бить. Что сделал Майк? Он, когда собралась толпа всех обезьян, вся семья, удачный момент был, они затихли. Он нашел две металлические бочки, встал на задние лапы. Когда ты встаешь на задние лапы, ты сразу становишься больше в два раза. Дальше он поднял над собой эти две металлические бочки и начал ими барабанить. Еще параллельно пытался кричать. На всех шимпанзе это произвело неизгладимое впечатление, потому что такого громкого, такого неприятного звука они до этого не слышали. Ну и Майк, повторяя это из раза в раз, закрепил свое положение и стал патриархом семьи, используя не физическую силу, как принято у шимпанзе. У шимпанзе обычных, обыкновенных, лучшая стратегия – бей. Все, что происходит, если тебе кто-то дотронулся, если тебе что-то не нравится – бей. Если ты хочешь чего-то добиться, тоже нужно подраться. Майк поступил иначе. Не будучи сильным, он решил, что можно применить интеллект и заместил им нехватку своих физических сил. Другое наблюдение уже было значительно позже, и таких наблюдений на самом деле много. Это самые яркие, наверное, примеры, или которые мне больше понравились – это горилла. Гориллы, которые не видели никогда человека. То есть они не встречались с человеком, они не выходят в цивилизацию. Соответственно, никто им не мог показать, как пользоваться теми или иными предметами. Это видео, два видео даже разных, с разными гориллами, которые умеют переходить в водоем, не намочив свой живот. Всем не нравится заходить в воду, в холодную воду, когда намокать живот. Живот самый неприятный. Сначала кажется холодным, в общем, не хочется, чтобы вода соприкасалась с животом, если есть такая возможность. Гориллы тем более не любят этого, потому что они еще очень плохо плавают. Но в некоторых местах им приходится преодолевать реки, овраги, заполненные водой. И для этого нужно понять уровень воды. Для того, чтобы понять проще всего уровень воды, можно сломать палку, которая будет сопоставима с твоим ростом. И дальше ты палкой можешь прощупывать дно, понимать, где оно намокло, где палка намокла, ну и, соответственно, проходить там, где уровень палки примерно совпадает с уровнем твоего живота. Да, кажется, что это довольно простая задача, но на самом деле вы должны перенести образ себя, свой размер на палку, сорвать подходящую палку, а дальше после этого палкой прощупывать дно. Задача не очень тривиальная. И гориллы прекрасно владеют этим навыком. Вы видите, горилла ломает палку и переходит в водоем. Интересно, что, видимо, сначала научилась одна из горилл, додумалась до этого, а дальше этот навык стал распространяться среди знакомых горилл, потому что они передают друг другу информацию. Ну и когда классный навык какой-то осваивается, он сначала передается среди друзей, а потом начинает передаваться еще и детям. То есть сначала горизонтальная передача, а потом вертикальная идет любого навыка. То же самое мы видим, что предметами умеют пользоваться не только обезьяны, самые разные птицы. В основном, конечно, это врановые и попугаи. Это одни из самых умных среди птиц. Хотя сегодня мы видим примеры интеллектуального поведения у разных других групп птиц. И, наверное, самый яркий, самый известный пример – это новокалейдонские вороны, с которыми делают огромное количество разных экспериментов. Но интересно, что новокалейдонские вороны делают орудия в природе, не сталкиваясь с человеком. Они находят палочки, тыкают палочками в какой-нибудь угол, в место, где палкой можно уткнуться. И палочка на конце изгибается, получается крючочек. И таким крючочком очень удобно доставать червячков из деревьев. Но в неволе часто новокалейдонские вороны отказываются от использования палок деревянных, а используют металлические прутики. Потому что металл – гораздо более удобный материал, он гораздо лучше гнется. И когда им предлагают на выбор разного вида палочки, они прекрасно понимают, что нужно выбрать металлическую. Ну и, как вы видите, они справляются с задачей на вес предмета. В данном случае достают семечку, орех какой-то из трубки, и бросают туда тяжелые каменные кубики, такие как примерно кубики для виски. Другие кубики у них есть, они легкие. У них похожий металлический каркас, они похожего размера, но есть пластиковая часть, пенопласт, которая не позволяет этому кубику утонуть. И ворон сначала кидает разные предметы, смотрит, как они взаимодействуют с водой, вернее, поднимается вода, уровень воды или нет. И после этого они перестают брать легкие кубики и кидают исключительно тяжелые. Потому что зачем смысла накидывать что-то легкое? Смысла никакого нет. А нижний эксперимент показывает о том, что у них есть еще и способность оценить действия и построить цепочку из действий. То есть проанализировать, что произойдет после. В эксперименте ловушка с двумя пластиковыми стеклами. Там лежит тоже орешек. Ворон должен достать этот орешек, но у него есть короткая палочка. Короткой палочкой не получается достать этот орешек. Он пытается несколько раз, понимает, что это никак невозможно сделать, и дальше начинает осматриваться, что происходит вокруг него. Что еще есть доступного для того, чтобы этот орех все-таки получить. И видит сзади себя клетку. В клетке лежит более длинная палочка. Он понимает, что короткой палочкой он может достать длинную палочку из клетки. После этого он бросает короткую палку, понимая, что она ему больше не нужна, и длинной палочкой уже достает орех. То есть он делает последовательность действий, понимая, к чему это в результате приведет. К изготовлению орудий, как я сказал, уже способны не только врановые, но и попугая. При этом до сих пор нет наблюдений изготовления орудий у попугаев в дикой природе. То есть никто не видит, что попугаи делают какие-то предметы для того, чтобы доставать орехи. Тем не менее, в неволе они легко изготавливают орудия, даже если им никто не показывает. Один из таких примеров, вот этот кокоду Фигара, который почему-то очень хотел орехи. То есть его кормили разной едой, но иногда орешки падали вне клетки, и его никто этому не учил. Вообще наблюдение было сделано абсолютно случайно. Фигара, когда хотел достать орех, он нашел картонку, разгрыз картонку определенной длины и дотянулся до орешка. Сначала он пытался клювом доставать орех, у него не получалось. Он сделал палочку и достал орех. Когда наблюдатели это увидели, естественно, это стало таким приятным наблюдением, и они решили ставить дальше эксперименты. С Фигара построили установку с маленькой дырочкой и, собственно, давали Фигару разные предметы, которыми он должен был доставать орешки. Большинство предметов не подходили по ширине, соответственно, Фигара должен был оценить размер этой полосочки, и он понимал тоже свойства материала, и он понимал, что надо взять либо картонку, либо какой-то другой мягкий материал, который он может сгрызть своим клювом, для того, чтобы сделать палочку определенной толщины, и дальше он доставал свои любимые орехи. Тоже, в общем, такой пример того, что можно делать орудие. Ну и, конечно, любимые дельфины, киты, умеют ли они пользоваться предметами? Казалось бы, такое умное животное точно должно уметь использовать в как-либо своей жизни предметы. Проверить это довольно сложно, потому что, опять же, нет рук. Но сегодня таких наблюдений сильно больше. В этом году вышло тоже несколько статей, когда увидели, что дельфины умеют пользоваться разного рода предметом для достижения разных задач. Ну, во-первых, у дельфинов есть культурные традиции, об этом мы чуть позже поговорим. Они охотятся в разных частях нашей планеты абсолютно по-разному. И этот навык не распространяется дальше, потому что группы дельфинов общаются друг с другом ограниченно. В одной из части планет дельфины научились охотиться, используя морские губки. Дельфины охотятся там странным образом. Дельфин Афалина, он есть практически по всей планете. Соответственно, дельфин Афалина, он своим носом взрывает песок и выгоняет оттуда рыбу. Но рострум, нос дельфина, очень чувствительный. Да, там огромное количество нервных окончаний, и если ты постоянно будешь рыть песок, добывая рыбу, твой нос будет страдать. Да, будет много царапин, это будет неприятно. Что делают дельфины? Они срывают морскую губку, она мягкая, ей удобно прикрыть нос. Дальше они взрывают своим рострумом вот этот песок, поднимают рыбу, выгоняют рыбу, дальше бросают губку и ловят рыбу. Этот навык тоже, видимо, пришел к одному из дельфинов, а дальше он распространился среди одной группы дельфинов Афалина, и дальше он не уходит за пределы этой группы. Ну и, естественно, матери передают этот навык своим детям. Что касается культурных традиций охоты, тут приведено несколько примеров того, как дельфины охотятся в разных частях нашей планеты, не буду рассказывать о каждом, но есть несколько интересных. Левый пример тоже очень странный, но в определенных частях нашей планеты очень эффективный. Дельфины выгоняют рыбу на мель, соответственно, подгоняют ее к берегу, а дальше они вместе с волной выгоняют рыбу на берег. Дальше они все ложатся на один бок и ждут, когда волна начнет скатываться назад. Волна скатывается назад и катит за собой всю рыбу, а дельфины лежат с открытым ртом и поедают эту рыбу. Очень эффективный способ. При этом первый дельфин начинает сваливаться волной, и он своим весом сталкивает всех остальных. Молодые дельфины не сразу понимают, в какую сторону поворачиваться, иногда они погибают. То есть некоторые дельфины ложатся в другую сторону, и, соответственно, сила трения не позволяет им свалиться в водоем, в море, и они погибают. Но способ оказывается эффективным. Видите, его дельфины продолжают использовать. Справа пример, нижняя картинка правая, это пример коллективной охоты среди дельфинов. Они часто охотятся группами. Дельфины находят стаю рыб и сгоняют ее в кучу. Дальше стая дельфинов, большая часть остается ждать, пока один из дельфинов загоняет рыбу. Он плавает по спирали, каждый виток спирали, соответственно, становится меньше, и параллельно он ударяет хвостом по песку. Песок поднимается, образуется столб, стена из песка. Рыба, соответственно, сжимается, сжимается, оказывается, заперта в лабиринте. И дальше она, ее единственный путь, это выпрыгнуть через эту стену из песка. И дельфин, и рыба выпрыгивает, а там ждут все остальные. Все остальные стоят с открытыми ртами и, собственно, поедают рыбу. Потом они меняются ролями, и тот дельфин присоединяется к другой группе, к той же группе, а другой дельфин начинает загонять рыбу. А наверху очень интересный способ похода из Южной Америки. Там мы можем наблюдать межвидовое взаимодействие, совместную охоту людей и дельфинов. В определенное время к берегу подходят дельфины и приводят с собой с глубины рыбу. Они пригоняют рыбу. И в это же время к берегу подходят рыбаки с сетями. Соответственно, рыба оказывается заперта. С одной стороны дельфинами, с другой стороны рыбаками. И способ похода настолько эффективный, что рыбы хватает и рыбакам, и дельфинам. Этот способ похода появился несколько, видимо, поколений людей назад, потому что никто не помнит, как это произошло. Естественно, с людьми местными продолжают разговаривать, пытаются найти, когда же и кто первый начал так охотиться. Но говорят, мой дед так охотился, и мы продолжаем делать то же самое. Они это делают сегодня в большей части из-за туристических целей. Вы можете приехать, подойти, посмотреть, как люди будут охотиться вместе с дельфинами. Разные культурные традиции, конечно, мы видим и у косаток. Прежде всего у тех косаток, которые питаются рыбой. Потому что это, наверное, самые социальные косатки. И у них матриархат. Кто знает, как живут косатки? Косаток, матриархат, во главе самка у рыбоядных. Мы говорим про рыбоядных косаток с сложной социальной структурой. У них самка. Самка живет очень долго. Самка живет больше где-то 80-90 лет. Это очень много. Размножаться она начинает в 18 лет, в 40 заканчивает. Примерно все как у людей. А дальше она продолжает жить оставшиеся 40 лет. Возникает вопрос, зачем? С точки зрения биологии старая особь, которая перестала размножаться, абсолютно бесполезна. Ее кормить не очень эффективно. Зачем старого льва, агрессивного старого деда из прайда выгоняют? Потому что зачем кормить сварливого, который на тебя постоянно нападает и еще и не размножается? В общем, никакого профита от него нет. Выгоним его. Он сам пропитается какое-то время, а потом помрет. Ничего страшного. По идее, со старой бабушкой делать надо было бы то же самое. Ну, потому что зачем она нужна? Давайте ее выгоним. Но появился феномен бабушки, и он свойственен разным животным. Прежде всего нам, обезьянам некоторым, слонам и в том числе косаткам. Бабушка. Зачем нужна бабушка? А? С детьми сидеть, конечно. С детьми сидеть. Удобно же скинуть бабушке и уехать отдыхать куда-нибудь. Или начать охотиться, или спариваться в этот момент, пока бабушка следит за твоими детьми. Очень удобно. Поэтому косатки тоже оставляют бабушек. Бабушка – хранительница опыта. Бабушка всегда поможет. Самка-матриарх. Главное, она организует семью. С ней живут ее дочери. С ней живут ее сыновья и внуки. Спариваются косатки. Предположительно, самец отходит к другой группе косаток. И спаривается там с самкой, а потом опять возвращается к своей маме. Без мамы самцы косаток живут очень плохо. Когда самка погибает, главная самка-матриарх, в силу возраста или каких-то других причин, семья разделяется на несколько матрилиний. Соответственно, по количеству ее дочерей. Было три дочери, будет три семьи новых. А большая часть сыновей ее погибает. Видимо, мама умерла. Дальше жить тяжело. Самки хранят опыт. И самки хранят еще и язык. У косаток есть диалекты. Потому что в каждой семье со временем накапливаются новые звуки. Ну, вы увидели какой-то новый предмет. Вам нужно придумать для него название. Соответственно, косатки это делают. Они в воде общаются. У них отличная звуковая коммуникация. Потому что в воде вы еще друг друга и не видите. Там мутно плавать. Поэтому удобно использовать звуковую коммуникацию. У косаток сложные звуки. Они у них двойные. Потому что у них два дыхала. И, соответственно, когда они выдыхают воздух, он может быть из двух частей состоять. Соответственно, вы увидели новый предмет. Нужно ему придумать название. Если вы его увидели. Вот семьи. Семьи подписаны тут по именам самых крупных, самых известных косаток. Тех, которых чаще всего наблюдают. То есть молоко. Это на самом деле имя одной из косаток, которую чаще всего видят в семье. Это может быть самец, может быть самка. Все равно всегда будет во главе самка. Но видят иногда, например, чаще всего самца. Он чаще всего всплывает и косаток идентифицируют по левому боку. Их надо увидеть левый бок, спиной плавник и пятно за ним. Оно уникальное. Так вот, семьи между собой хорошо общаются. И родственные семьи образуют племя. Племена родственные образуют клан. А несколько кланов образует сообщество. Например, мы можем говорить, что есть сообщество косаток Камчатского залива. Да, Авачинского залива на Камчатке. Когда-то эти косатки потенциально были родственные. Но сейчас они, многие кланы уже не очень между собой общаются. Соответственно, внутри клана или внутри сообщества накапливаются новые звуки. Косатки их запоминают. Это первое отличие. Второе. Работает иногда сломанный телефон. Вы можете сказать звук своему соседу, а он может услышать что-то другое. Со временем он запомнит, что это слово обозначает совсем другой предмет. Или слово вообще другое будет. И такие отличия тоже накапливаются. В результате, получается, если мы построим древо звуков косаток, то мы увидим развитие примерно такое же, как у наших языков. В принципе, когда-то языки были родственные, но сегодня мы все с вами говорим на разных языках. Но, конечно, у косаток некорректно говорить о языке. Это что-то очень глобальное. Скорее, принято говорить о разных диалектах. Да, если вы сегодня отправитесь в Киров и будете там разговаривать с бабушкой, с какой-нибудь старой, то большая вероятность, что бабушку вы не поймете. Это мой личный опыт. Хотя она говорит на русском языке. В принципе, все слова вам знакомы, но ничего не понятно, что сказала. И когда мы говорим о языке и об интеллекте животных, то, конечно, когда люди поняли, что животные способны решать какие-то сложные задачи, пользоваться предметами, они решили, что еще животных можно научить говорить на языке людей. Супер открывает нам кучу новых возможностей. Вы сможете поговорить, спросить интересующие вас вопросы, а вам ответят. Вам не нужно домысливать, потому что животное вам все расскажет. И таких экспериментов было сейчас уже таких обезьян, говорящих очень много. Но первые из них были – это орангутан, которого учил Уильям Фернис. И он решил, что можно научить обычному языку. И пытался разговаривать с орангутаном на английском языке. Надеюсь, что орангутан сможет повторять слова. Но, как потом признался Уильям Фернис, орангутан произносил два слова. Он произносил слово «дэд» и «кэп», «папа» и «кружка», потому что эти слова не требуют активной артикуляции ртом, губами. У орангутанов эта способность гораздо менее выражена. То есть они не используют при воспроизведении звуков такой явной артикуляции. И, конечно, он не смог говорить на английском языке. Но, тем не менее, это открыло огромное поле для экспериментов. То же самое с шимпанзе Вики. Она могла произносить несколько звуков, но больше ни на что была не способна. Зато стал очень известный шимпанзе Уоша. Уошу взяли уже достаточно крупный. Ей было, по-моему, порядка 12 месяцев. Девочка-шимпанзе, которую начали учить уже не языку обычному английскому, а языку глухонемых. Языку жестов. И исследователи, семейная пара, разговаривали с ней, показывая ей разные жесты, объясняя, что значат эти жесты. И шимпанзе довольно быстро начала использовать эти жесты для того, чтобы достичь целей, которые ей нужны. Ну, если ты хочешь попить или хочешь что-то съесть, конечно, удобно разговаривать на том языке, который понимает. И Уоша делала это очень легко. Она знала порядка 350 символов, слов. Соответственно, с ней можно было хоть немножко поговорить. И Уоша открыла поле для всех других говорящих обезьян, один из которых живой до сих пор, и, наверное, это самый умный гений среди всех. Кстати, возвращаясь к Уошу, Уоша учила потом своих сородичей. Она пыталась им показать жесты, и некоторые обезьяны осваивали жесты для того, чтобы получить у людей что-то. У Уоша жила с другими шимпанзе, и она им объясняла, что можно разговаривать с этими лысыми обезьянами немножко другим способом. Что произошло с Канзи? Канзи — это бонобо. Это другой вид шимпанзе, менее агрессивный. Вам может быть известный бонобок, что они решают любые проблемы через любовные игры, через секс. Соответственно, если что-то не нравится, если вы поругались, лучше всего пообниматься, поцеловаться, ну и можно сексом еще заняться, и вообще все отлично будет. Сегодня мы знаем, что на самом деле иногда у них бывает агрессия, но ее сильно меньше, чем у обыкновенных шимпанзе. В общем, у них прекрасное любвеобильное общество с разными типами взаимодействий сексуальных. У них очень большой ассортимент практик. Тоже связано с мозгом, потому что развлечения, да? Можно развлекаться по-разному. И что делает Канзи? Учили его маму. Самого Канзи никто не учил. Внизу похожий эксперимент, но с обыкновенным шимпанзе, с Канзи просто нет фотографий. Учили его маму языку лексиграм, картинки. Соответственно, удобный. Тоже такой же язык, как язык жестов, но немножечко выглядит иначе. И вот учили его маму, долго с ней ставили эксперименты. А Канзи висел, болтался на своей маме, и ему было скучно. Ну, естественно, он наблюдал за тем, что происходит. Мама оказалась не очень способна, она выучила не так много слов. А Канзи в какой-то момент начал разговаривать с исследователями, потому что он научился, наблюдая за мамой. Сегодня Канзи знает порядка 600 слов, которые он может произнести, произнести это, показать. И 3000 слов он понимает. Это очень хороший уровень для того, чтобы вы в турецком отеле могли объясниться на бытовые темы и поговорить около бассейна с другим человеком, провести с ним small talk про погоду, например. То же самое можно и обсудить с Канзи. Канзи рассказывает, во-первых, о том, чего он хочет, какие у него есть потребности в виде воды, какие продукты он хочет. С ним можно строить разные эксперименты, где он должен угадывать смысл слов. Он объясняет свои переживания, когда он посмотрел какой-то фильм. Он рассказывает свои сны, что интересно, потому что он рассказывает иногда какие-то истории, которые с ним явно не проходили, исследователи хорошо знают. Но Канзи это рассказывает настолько реалистично, что нет сомнений, что он это не придумал. Потому что иногда он рассказывает то, что он придумал. Иногда у него какие-то есть сказки, шутки свои абсолютные. Канзи – патриарх своей семьи. Он живет неизолированно, потому что многие обезьяны, которых обучают, их забирают, и, собственно, они живут дальше с людьми всю жизнь. Канзи продолжает жить со своей семьей. Он такой вот старый лысеющий патриарх своей семьи ему много лет. Ему больше 40 лет уже. Вот это он на обложке «Таймс», по-моему, был. И интересно, что он продолжает учить своих сородичей. Как и у Оша, он учит языку всех остальных обезьянок, с которыми живет, всех остальных бонобо, но они тоже не показывают выдающегося результата. Мы не знаем, то ли все остальные бонобо глупенькие, то ли Канзи просто плохой учитель. Может быть, у него нет методики, такой, как есть у исследователей. Он ее не понял. Из любопытного, это такой уровень баек, когда Канзи дают фотографии, ему дают стопку фотографий с людьми и с бонобо. Естественно, он себя среди фотографий очень хорошо узнает. Нет сомнений, что Канзи проходит зеркальный тест и осознает себя, как бонобо Канзи. Он раскладывает эти фотографии в разные стопки. В одну стопку он должен рассказывать бонобо, раскладывать, а в другую он должен откладывать людей. И самое интересное, что иногда он себя кладет в стопку с людьми и потом шутит, говорит, ну, они же разговаривают на том языке, а я знаю человеческий. Ну, конечно, никто не знает, действительно он себя осознает как какую-то другую обезьяну, либо он просто шутит и иногда говорит, что вот я же билинг, я могу разговаривать с людьми, почему я должен быть со всеми другими бонобо. Орангутаны умеют с жестами общаться не так выраженно, но прекрасно их используют. Шимпанзе двух видов и, конечно, гориллы. Гориллы тоже хорошо владеют разными жестами и самый известный, самый медийный пример это горилла Коко. Кто знает гориллу Коко? Ой, как много людей. Ну, супер. Да, я не буду много про гориллу Коко рассказывать. Те, кто не знает, посмотрите видео на ютубе с гориллы Коко. Она умерла пару лет назад, может быть, уже чуть больше. И она была медийной, он, видите, к ней Робби Вильямс приходил, она с ним прекрасно шутила шутки, доставала у него кошелек, говорила, найди. Потом она ему тут вот показывает, пощекочи меня. Она ему сначала щекочет его и говорит, смотри, как весело сделать то же самое. И он ей делает то же самое, и она, видите, веселая, смеется. Она рассказывала тоже о своих всех переживаниях. Она смотрела, любила смотреть кино и рассказывала о том, что было в фильме. Иногда она говорила, остановите фильм, дальше будет грустный момент. Горилла Коко не хочет расстраиваться. У гориллы Коко были котята. Ей давали домашних животных, она за ними ухаживала, она их гладила, проводила с ними много времени. Горилла Коко давали кукол, и она с куклами обращалась так же, как со своими детьми она это делала. То есть она всячески пыталась с ними взаимодействовать. Горилла Коко, видимо, хотела детей, но не свожилась в ее жизни. Ей привозили несколько самцов, так ничего у нее не вышло. Непонятно почему. Возможно, действительно, они не показались достаточно подходящими кандидатами. Вот я люблю всегда шутить, что Робби Вильямс, когда у тебя есть Робби Вильямс, зачем тебе другие гориллы? Джон Лилле, еще один нейрофизиолог, биолог, который решил научить языку человеческому дельфинов. Он посмотрел на мозг дельфинов и увидел, что в целом мозг развит, если не лучше, то хотя бы так же, как у человека. Вы видите, что доли огромные, доли мозга очень большие и кора очень складчатая, большое количество извилин. Это нам дает предположение о том, что в целом дельфины способны к более сложному мыслительному процессу. Но Джон Лилле делает эксперименты в середине прошлого века, то есть сегодня у нас нет сомнений, а у Джона Лилле еще они были. И он решил научить языку английскому дельфинов. Он поселил дельфинов в огромный ангар, где был бассейн, и дельфин плавал вместе в этом бассейне. И с ним была исследовательница. Он предполагал, что если их запереть в одном пространстве и они будут общаться только друг с другом, то рано или поздно они начнут понимать язык. Ну, как мы двух маленьких детей если запрем в комнате, они начнут играть и рано или поздно выработают какую-то систему коммуникации. Может быть, она будет несовершенна, но дети точно будут понимать друг друга. То же самое надеялся получить Джон Лилле. Эксперимент длился несколько месяцев, но в какой-то момент женщине стало очень некомфортно. Во-первых, она находилась в постоянно в влажном бассейне, в этом влажном помещении. Ей было довольно тяжело психологически, потому что ей приходилось общаться только с дельфином, и иногда она могла по телефону передавать информацию снаружи. То есть эксперимент был довольно жестокий, его прекратили. Естественно, дельфин не научился говорить, нет никакой возможности научить дельфина разговаривать на английском языке, опять же, из-за устройства голосового аппарата. Тем не менее, дельфин потом длительное время очень сильно скучал, потому что связь все равно вырублась. Хоть языка не было, дельфина женщина была близка. Так, он у меня почему-то завибрировал, он не разряжается. Окей. Эксперимент Эвана и Бастина показывает нам, что у дельфинов точно есть языковая коммуникация, она сложная, и она может изменяться. Этих экспериментов уже было довольно много. Вот на картинке представлен с дельфинами Баса Дорис, дельфинов сажали в один бассейн, и дальше они должны были одновременно нажать на педальки, когда загоралась лампочка. Если они это делали одновременно, то они получали вознаграждение. Если нажимал только один дельфин, то никакого лакомства не получали оба. Соответственно, им нужно было договориться между собой. Они довольно быстро овладевали этим навыком, но, опять же, мы не можем сказать, действительно ли они договаривались. Может быть, они просто оба видели лампочку и понимали, что нужно нажать на лампочку. Что сделали дальше? Дальше поставили свето-непроницаемую стенку. Соответственно, дельфины перестали друг друга видеть, но они прекрасно друг друга слышали. У Дорис загоралась лампочка. Дорис передавала эту информацию, говорила, что лампочка, ну, мы не знаем, что она говорила, но она передавала информацию в бас, и они одновременно подплывали к педалькам, нажимали на педальку, и оба получали лакомство. Соответственно, они использовали звуковую коммуникацию для того, чтобы достичь результата, и, конечно, в той ситуации, в которой в природе они, в принципе, не сталкиваются. В той ситуации, в которой они в природе не сталкиваются. Что касается Аки Ахамайи, то она прекрасно понимает человеческий язык, и она прекрасно понимает, например, положение предметов. Она знает, что такое над шариком, под шариком, над кольцом, под кольцом, она знает количество шариков. Но с дельфинами, опять же, эксперименты ставить сложно, рук нету, и еще большая проблема, во многих университетах нет возможности построить дельфинарий, для того, чтобы, ну, бассейн, подходящий вольер, для того, чтобы там содержать дельфинов. Мы много говорили о всех обезьянах, но умные, как я уже начинал, говорить, это не только обезьяны, это в том числе и птицы. Самый известный пример среди птиц, самый умный и первый среди попугаев, это Алекс. Алекс был первой попугай у Айрен, Айрен Пепперберг, она купила его в зоомагазине абсолютно случайно, и он оказался гением среди попугаев, к сожалению, прожил очень мало, умер быстротечно в одну ночь, но тем не менее Алекс знал 150 слов, которые он мог произнести не так, как попугай у вас дома, который говорит, Кеша Хороший, смотрит в зеркало и повторяет это много-много раз, и тысячу слов, порядка тысячу слов он понимал, то есть с ним можно было тоже нормально поговорить, Айрен придумала, как строить эксперимент с попугаем, она его не просто обучала, она построила треугольник, она разговаривала с другой, с другим исследователем, и в этом же моменте был попугай, то есть попугай наблюдал за тем, что происходит, и исследовательница отвечала правильно на вопросы, и еще иногда пыталась переспорить, быть быстрее попугая, то есть у них был такой соревновательный момент, и этот треугольник оказался очень эффективным для того, чтобы попугая учить правильно словам, поэтому если вы вдруг захотите дома Жакона учить разговаривать, вам нужно как минимум жить вдвоем, это будет более эффективно, чем просто учить разговаривать Жако, звуки он начнет повторять довольно быстро, Аликс знал много слов, соответственно, мог говорить о том, чем он хочет, Айрин, это прекрасная книжка, я ее тоже всем рекомендую почитать, он просил еду, которую он хочет, и он мог высказывать свое возмущение, потому что есть история, когда она ему давала виноградинку, а он хотел орешек, может быть любой предмет, она ему давала виноградинку, он говорил, нет, я хочу орешек, она ему еще раз давала виноградинку, он говорит, я же хотел орешек, опять я отдавал его, она еще раз ему давала виноградинку, и тогда он начинал злиться и кидал в нее орешком и говорил, я же хочу орешек, он высказывал уже эмоционально это, он прекрасно понимал разные свойства предметов и умел их категоризировать по разным параметрам, соответственно, он легко отличал кубики от шариков, металлические от деревянных, по разным цветам, он мог рассказать сколько каких шариков, и он умел считать, считают вообще многие животные довольно хорошо, но с Алексом мы могли это точно узнать, потому что он корректно называл цифры, и он еще понимал, что такое ноль, то есть он всегда ставил ноль в начало цифрового ряда, и это довольно сложно, то есть вообще, что пустоту обозначает цифра ноль, довольно сложно понять, хотя сегодня мы знаем, что многие животные прекрасно владеют пониманием нуля, и часто путают ноль, например, с единицей, гораздо чаще путают пустоту с единичкой, нежели пустоту с двойкой, то есть двойку они уже легче отличают, близкие цифры всегда животные путают, соответственно, один-два они часто путают между собой, а вот ноль-два путают редко. Значит, что еще? Алекс умел пользоваться словами в незнакомых ситуациях. Он знал какие-то слова и знал, что они обозначают, и мог применять их в ситуациях, в которых раньше никогда не находился, или переносить опыт из прошлых ситуаций. И опять же, из интересных историй, один раз они поругались с Айрен, и он обиделся на Айрен, она извинилась перед ним, и конфликт был улажен. В другой момент Алекс погрыз ее документы, и ей это очень не понравилось, статьи какие-то. Она накричала на него и обиделась. Они долго не общались, Алекс не мог найти контакт, а ему важно было, она член его семьи, так или иначе. И он вспомнил предыдущую ситуацию, вспомнил, как себя вела Айрен, и он прилетел к ней и сказал ей тоже извини. То есть он мог сказать слово прости в другой ситуации, перенеся предыдущий опыт в новую последовательность. Ну и, конечно, он прекрасно работал с замками, умел, тут он выбирал нужный ключ, который открывал замочек, прекрасно понимал, как устроен тот или иной замок. В общем, с ним можно было много вести сложных экспериментов. Говоря об Алексе, который умел считать, он, конечно, был не первым животным, которым пытались изучать математические способности. И, пожалуй, первый среди самых гениальных математиков был конь Ганс, который собирал огромные шоу, был звездой своего времени. Но, как сегодня мы знаем, Ганс был не очень хорошим математиком, зато конь Ганс был прекрасным наблюдателем. Он решал какие-то суперсложные примеры, которые, в общем, даже обычный человек не сразу решит. Но он это делал только со своим хозяином. Хозяин выводил его в толпу, ставил перед ним доску, и дальше конь должен был отстукивать нужное количество раз и в моменте остановиться. Естественно, он это делал всегда хорошо, собирал фурор, платили за это большие деньги. Пока Оскар в Гунст не решил проверить, действительно ли это так, и он решил провести с конем слепой тест. Соответственно, он делал все то же самое, что привык делать конь, но он скрыл наблюдателя. И, естественно, конь сразу начал сбиваться. Все дело в том, что конь прекрасно наблюдал за своим хозяином и видел, в какой момент хозяин делал какие-то малейшие движения. Напрягался, чуть-чуть поддергивался, он когда ждал положительного ответа. Это как, когда ваш ребенок рассказывает стихотворение, и вы ждете, что он должен сейчас правильно сказать следующую строчку, и когда он говорит, у вас какое-то наступает расслабление. Вы даже не замечаете за собой этих микродвижений. А вот конь прекрасно это наблюдал и знал, в какие моменты нужно остановиться. Считать умеют и насекомые, и они это широко используют в своей обычной жизни. Самые, наверное, умные среди всех насекомых, это, конечно, социальные насекомые и пчелы, про которых мы знаем чуточку больше. Во-первых, мы знаем часть языка пчел. В 1973 году Карл фон Фриш получил Нобелевскую премию. Открыл он язык пчел чуть раньше. Пчелы общаются при помощи танца. У них танец в виде восьмерок. Они прилетают из... Пчелоразведчик возвращается с поля, прилетает, садится на стенку улья и описывает восьмерки. Она садится под определенным углом к стенке улья и начинает описывать восьмерки своим телом. Количество восьмерок говорит о расстоянии, угол говорит о направлении по отношению к Солнцу. При этом пчела, когда летает туда-обратно, делает поправки на движение Солнца и, соответственно, все остальные пчелы, смотря на нее, тоже поправляют в соответствии с движением этой звезды. Карл фон Фриш, когда это открыл, конечно, все пытались оспорить его открытие, говорили, что так быть не может и вообще он все придумал. Но сегодня мы знаем точно абсолютно, что язык такой есть и его умеют подражать маленькие роботы, подражающие пчелам, и все остальные пчелы слушаются этих роботов, соответственно, никакой другой коммуникации, кроме танца, там, скорее всего, нет. Пчелы еще и считают предметы, но потому что зачем запоминать направление к Солнцу, если у тебя по дороге на цветущее поле есть большие желтые палатки, как в этом случае. Соответственно, пчела вылетает, разведчик смотрит, сколько палаток, возвращается назад и уже передает информацию несколько иначе, она передает количество этих палаток и все остальные пчелы четко летят за нужную палатку и находят там цветущее поле или подставочку с нектаром. Конечно, в экспериментах количество палаток меняли и пчелы довольно часто ошибались. Как я уже сказал, считают самые разные животные, считают лягушки, они считают количество кваков самца, самка сидит и слушает, как самец квакает, как другие самцы квакают, и она так оценивает размер и силу самца. Если лягушка квакает много, значит, он, скорее всего, сильный. Рыбки, птички, новорожденные цыплята прекрасно понимают, где стайка больше. Для них это жизненно важно, понимать больше меньше, потому что в той стайке, где вас больше, вероятность, что тебя съедят сильно меньше. При этом, скорее всего, новорожденные цыплята обладают врожденной способностью еще и к простым арифметическим действием. Они умеют складывать и вычитать, потому что когда им показывают две кучки, где много и где мало, они сначала выбирают кучку, где много, потом эти две кучки закрывают ширмами, и птенцы уже не видят, зато они видят действие исследователя, который перекладывает из одной кучки в другую, и они прекрасно понимают, в какой момент в правой половине условно становится больше, соответственно, они прибавляют к тому, что видели. Что касается математических способностей, то, наверное, для меня самая любимая тема, и она, наверное, самая близкая, связанная с муравьями. Во-первых, потому что Жанна Ильинична долгое время работала в Новосибирске, и все, что мы знаем про интеллект муравьев, это большей частью открытие Жанны Ильиничны Резниковой и Бориса Рябко, которые ставили эксперименты над рыжими лесными муравьями по их способности к счету и по их способностью к общению. Экспериментов очень много, они тоже, может быть, не все суперидеальны, можно многие оспаривать, и долгое время их не признавали, но, конечно, отрицать их точно бессмысленно. Что делают муравьи? Муравьев тоже есть интеллектуальная элита своего рода, это муравьи-разведчики. Их не очень много. Они выбегают из муравейника и дальше они ползут по лабиринту. Лабиринты бывают разных типов. Самый базовый это дважды разветвляющийся, дихотомически разветвляющийся лабиринт, то есть все время разветвляется на два. На каждом окончании этого лабиринта есть капельки жидкости или капельки сиропа, капельки воды или капельки сиропа. Соответственно, муравью задача найти капельку сиропа, он рыщет по этому лабиринту, пробует разные субстанции, находит сладкий сироп, который ему нравится. Возвращается в муравейник и он должен передать эту информацию своим сородичам. Соответственно, он должен запомнить, сколько раз он поворачивал налево, сколько раз направо. Муравьи, я могу тоже сейчас ошибиться, но, по-моему, считают до шести, дальше начинают сбиваться. То есть до шести в принципе счет у них довольно хорошо идет. При этом они гораздо лучше запоминают одинаковые повороты. Эта аналогия в принципе работает и с вами. Вы прекрасно считаете повороты налево-направо, но гораздо легче запоминаете, если вам сказать пять раз поверни налево, а потом один раз направо. А вот если вам говорить налево-направо, налево-направо, вероятность, что вы собьетесь гораздо больше. В таких лабиринтах они справляются гораздо лучше, и муравей, возвращаясь в муравейник, передает эту информацию всем остальным. Все остальные легко находят подходящее ответвление. Они гораздо лучше обучаются, если у них не просто вода, а горькая вода и сладкая вода. То есть они гораздо лучше это запоминают. Видимо, отрицательное подкрепление с ними тоже хорошо работает. В другом случае вот тут лабиринт совсем другой. Вы видите, он не дихотомически, сейчас я научусь пользоваться кликером, не дихотомически разветвленный, а похож больше на расческу. И там тоже на некоторых ответвлениях есть капельки сладкой жидкости. Муравей, разведчик выползает, считает, через сколько ответвлений он должен повернуть, ну то есть он и рыщет, запоминает, что, допустим, на шестом нужно повернуть, там есть нектар. Возвращается назад и передает эту информацию всем остальным муравьям. Передает он ее движениями усиков, скорее всего. Мы расшифровать этот язык не в состоянии, то есть мы не можем понять, как он двигает усиками, но мы можем измерить время, которое он эту информацию передает. Предположим, что 6, он должен передавать 6 секунд. Есть предположение, что у муравьев простой счет, то есть цифра 6 для них это 6 раз произнесенные единицы, 1, 1, 1, 1, 1. Соответственно, чем больше цифра, тем дольше по времени ты должен передавать эту информацию. Так и происходит и муравьев. Соответственно, цифру 3 они передают 3 секунды, секунды тут я абстрактно абсолютно говорю, 3 секунды, 6 секунд, 6 цифру, 5, 5 секунд. Все так, пока муравьи не находят систему. Если капелька сиропа находится, допустим, на 3, на 6 и на 9, то муравей-разведчик быстро соображает, что тут дело, что дальше какая-то идет последовательность. 3, 6, 9 есть, можно обобщить. Он возвращается в муравейник, и время передачи информации резко сокращается, потому что муравей уже не говорит ни цифру 3, 6 и 9, скорее всего, он говорит на каждом третьем. И все остальные муравьишки без ошибки находят сироп. Мы не знаем, точно ли так это происходит, но мы видим, что время передачи информации резко сокращается. Муравьи используют счет в своей повседневной жизни, они находят еду, они считают свои шаги, убегают муравейника, опять же, мы не знаем, как они считают, какой у них счет, сколько они шагов запоминают, но они точно измеряют свое расстояние по количеству шагов, и это хорошо заметно, в том числе вот на таком эксперименте, довольно жестоком, муравьишка, который убежал из своего муравейника и должен вернуться домой, как в советском мультике. В хорошем случае муравей с нормальными ножками прекрасно возвращается в свой муравейник. Муравей с ножками, которые отрезали напополам, когда, соответственно, часть ноги отрезали, лапку, в этом, наверное, случае, да, лапку отрезали, нога стала короче, соответственно, шаги стали короче, муравьишка не добегает для своего домика. Другому муравью приклеили пластиковые ходульки, и его шаг стал сильно больше. И тут муравьишка перебегает муравейник. Они не только этот способ используют для навигации, они еще используют и оптический поток, соответственно, они смотрят, с какой скоростью двигается под ним пространство, и вот когда им закрашивают нижнюю часть глаза, они тоже сбиваются. Это хорошо работает с муравьями, которые живут в пустынях, там, где нет крупных объектов. Лесные муравьи все-таки могут запоминать предметы, которые встречаются на ходу. То есть, если у тебя лежит большой приметный камень, то зачем тебе считать шаги, если проще запомнить крупный камень. лекция называлась «Сны для осьминога», поэтому нужно немножко все-таки поговорить про сны. Естественно, умные животные, у которых мозг сложно устроен, которые обладают сложным поведением и памятью, должны видеть сны, как мы с вами. Мозг перерабатывает информацию, и я думаю, что те, у кого живут кошки, собаки, прекрасно знают, что их животные точно видят сны. Никаких сомнений нет, что собака, когда она скулит и дергает лапами, она видит то, что происходило в ее жизни. Вряд ли она, скорее всего, что-то придумает, вряд ли она думает, что за ней бежит Годзилла, потому что она никогда Годзиллу не видела в своей жизни, даже образ его. Но, если, например, что за ней гонится большая собака или она там находит вкусную косточку, скорее всего, ей такое может сниться. И чем сложнее, обезьяны нам много рассказывали, то есть Канзи, Коко, Уоша, они все рассказывали о своих снах, они все придумывали что-то. Коко рассказывала о том, что она сегодня там делала то, 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 когда у нее спрашивали Коко, этого же ничего не было. Действительно, она продолжала рассказывать, что действительно так все было, потому что ей, правда, это снилось. Сны видят разные рыбы, и лучше всего это видно с электрическим угрем, потому что во время охоты он спускает электричество, соответственно, во время сна, когда он находится в состоянии покоя, он продолжает делать то же самое местами. Не всегда, то есть у него, скорее всего, есть тоже фазы сна, но мы об этом говорить точно не можем, но, тем не менее, в некоторые моменты времени почему-то он пытается охотиться, при этом не двигаясь. Гораздо интереснее ситуация с осьминогами, и есть уже огромное количество наблюдений за осьминогами в аквариумах. То, что осьминоги во время сна меняют свой цвет, сокращают щупальцы, двигают зубым образом щупальцами и сжимают присоски. Так же, как они делают это во время охоты. Делают они это не все время, а небольшими промежутками, предположительно, так же, как у нас длинная и короткая фаза сна. Но короткая фаза сна у них совсем короткая, она занимает несколько секунд. В целом, это нормально, потому что у многих рептилий, у многих птиц короткая фаза сна длится очень мало. Вот недавно была статья, что пингвины спят очень много короткими промежутками времени, и у них еще тоже есть короткая фаза сна. То же самое у осьминога. По поведению мы видим, что ему снится охота, он явно охотится. Теперь интересно посмотреть, как же вообще у него все это происходит. Но с осьминогами есть большая трудность в исследованиях. Во-первых, им трудно, у них трудно записать ЭГМ мозга. Да, электроэнцефалограмму мозга осьминога получить довольно трудно, потому что он живет в воде, он двигается в разных пространствах, привязать проводами его довольно трудно, он не будет сидеть на месте, шапочку на него тоже не наденешь, хотя на некоторых животных надевают шапочки, на приматов, можно даже на коров надевают особые. Но на осьминогу так сделать не получается. В 23-м году впервые удалось получить электроэнцефалограмму активного живого осьминога. Ученые не надевали никакую шапочку, вживили ему электроды под мантию. Это особый орган моллюсков. У осьминога они вживили под мантию, они взяли осьминога, обездвижили его, подместили его в раствор, который обезболивающий, не наркотическим, а с эффектом наркоза. Его расслабили, с ним можно было провести операцию, ему вживили электроды, и дальше посмотрели, как у него работает мозг во время активного движения. Теперь интереснее записать это во время сна, потому что по всем данным, в том числе по данным тоже энцефалограммы, но обрывочными они не очень корректны, есть предположение, что у осьминога все-таки точно есть короткая фаза сна, и он точно видит эти сны. Сегодня работают над созданием нормальной энцефалограммы, получением энцефалограммы осьминога в разных стадиях, и для создания устройства, получить МРТ осьминога, потому что сегодня МРТ делают в основном мертвым осьминогом, недавно даже была статья, когда новый вид осьминога описали, не вскрывая его, а сделав ему МРТ, но живого осьминога запихнуть в аппарат МРТ пока не представляется возможным. Надо сказать, что тому осьминогу, которому жиляли электроды, тоже не повезло, после эксперимента его убили для того, чтобы изучать, что же произошло в итоге в его мозгу после операции. Что касается сна с осьминогом, есть еще одна трудность. Мозг не один, мозг центральный, большой, но есть еще нервные ганглии в щупальцах. Соответственно, возможно, сон видит не только главный мозг, но и могут видеть отдельные ганглии в щупальцах. Такое, в принципе, тоже возможно, потому что иногда у них щупальца работают абсолютно независимо. В общем, осьминог прекрасный зверь, прекрасное животное, который хранит огромное количество загадок, живет очень мало, живут недолго, при этом суперумными. Обычно это все-таки свойственно животным, которые живут длительное время. Ну и, наконец, последнее. Вы можете прочитать в заголовках, что у шимпанзе обнаружена религия. Да, никто, конечно, ни один из ученых вам не скажет, что у животного есть какой-либо религии, какие-либо ритуалы. Однако, действительно, есть странные какие-то поведенческие акты, которые мы пока объяснить не можем. Один из самых примечательных это вот это поведение у шимпанзе. В некоторых местах, некоторые семьи шимпанзе находят пустые деревья с большими дуплами и приходят туда, принося большие камни. потом они почему-то громко орут, стучат этими камнями по дереву и складывают камни внутрь дерева. Объяснить это поведение пока не представляется возможным, но, тем не менее, конечно, СМИ хотят делать из этого сенсацию и говорить, что это первый акт религиозного поведения у шимпанзе. Так мы говорить не можем, ну и вообще, мы с вами не настолько умны, что обсудить об интеллекте животных. Я люблю заканчивать лекцию фразой одного из самых крупных этологов Франца Деваля, и я всем настоятельно рекомендую прочитать книгу, в которой вы узнаете много об интеллектуальном поведении, ну и вообще, на самом деле, все книги Франца Деваля это маленькое путешествие в мир животных. Спасибо большое. Подписывайтесь в ВК. Отличная лекция, просто шикарная. Невозможно было отвлечься на что-либо от твоего рассказа. Даже никто не уснул. Да, как я говорил, книжка за лучшие вопросы, за рождение разума в животном мире, так что все очень тематически. За три лучших вопроса каждый получит. Вот, собственно, поднимайте руку и к вам подойдут. Ух, так. Я пойду математическим путем раз, два, три. Хорошо, никто домой не хочет, я понял. Давайте, нас очень много и тема безумно интересная, но давайте постараемся изначально по одному вопросу задавать, дальше, если у нас останется время, мы, конечно, озвучим побольше. Скажите, пожалуйста, отличается ли ЭГ осьминога во сне от ЭГ осьминога в наркозе? Ну, наверное, в наркозе должно отличаться, честно, не видел таких исследований, надо посмотреть, не сравнивал. Вот, по логике, наверное, должно отличаться. Вот, но то, что короткая и длинная фаза сна отличается абсолютно точно. Здравствуйте, спасибо за лекцию. У меня такой вопрос. Вы употребили формулировку, когда говорили о Канзе, что он пошутил, значит, что вот он тоже относит себя к людям. Человек. Да. Вот эта формулировка пошутил, она насколько корректна? У них есть юмор вообще у млекопитающих? Вот, что можно сказать о юморе у животных? Ну, безусловно, шимпанзе, орангутаны, гориллы умеют шутить. То есть, они придумывают какие-то штуки, которые их веселят. И они их повторяют из раза в раз, надеясь, получить ту же самую реакцию. Вот, пример с Коко, которая прятала кошелек, и ей было весело. То есть, она говорила, вот смотри, я спрятала, где деньги, найди его, потом говорила, ой, вот же он, и дальше смеялась. Ну, то есть, тут нет сомнений, что это была шутка абсолютно точно, она это спрогнозировала, она знала, что будет дальше, что Робби Вильямс начнет искать этот кошелек, а дальше она его такая достанет и говорит, вот смотри, ну, то есть, да, шутить они умеют. Наверное, не все животные, безусловно, сложно говорить, умеют ли другие животные шутить, потому что мы не можем с ними поговорить. здравствуйте, вот известно, что Бехтерев вместе с известным дрессировщиком Дуровым проводили опыты по мысленному внушению собакам и другим животным команд разных. у них было больше 1200 опытов и больше 600 из них было успешными, так в том числе и слепые опыты. И они назвали это биологическое радио или телепатией между дрессировщиком и животным. Вот что известно современной науке об этом. Я скептически отношусь к такого рода исследованиям. Во-первых, давайте сразу скажем, что с собаками и кошками делать эксперименты в разы сложнее, потому что вам каждому из вас кажется, что ваша кошечка и собачка самые умные. Это не так. Она идеально научилась жить с вами. Это ее жизненная стратегия. Собаки, я не знаю про эти исследования, мне сложно сказать, что они привыкают, то есть вынимают это как-то телепатическим каким-то путем. Все-таки мы должны быть более реалистичны. Но то, что они могут наблюдать за действиями хозяина и понимать, что от них хотят, даже иногда без слов, это абсолютно точно. Мы это можем увидеть на собаках на рынке, которые прекрасно манипулируют людьми. Если вы увидите собаку на рынке, чаще всего не всегда это будет домашняя собака, собаки уличные делятся на несколько типов. Есть собаки дикие, а есть собаки, так называемые собаки-сторожей, которые умеют жить с людьми, но они не хотят быть домашними. Им просто этого не нужно, но им удобно взаимодействовать с людьми. И вот собаки на рынке прекрасно вычисляют людей с большими сумками, это потенциальная еда, дальше они подходят к этим людям и начинают строить глазки, делать разные действия, которые раньше приводили к результату. Мило смотреть в глаза, тереться ногу в надежде получить вкусную еду из большой сумки. Либо она иногда подходит к человеку и начинает к нему тоже ластиться в надежде на то, чтобы ее погладили. И безусловно ей нравится, что ее гладят, безусловно она хочет получить вкусный пирожок, но она не хочет стать вашей домашней собакой, она просто прекрасно вами манипулирует. Она, получив немножечко поглаживание, дальше убежит, а через некоторое время прибежит к следующему человеку, и это ее жизненная стратегия. Поэтому цирковые животные вообще отдельная тема. Вся их жизнь построена на том, что они должны правильно выполнять задачи. И, конечно, если у тебя есть дрессировщик, который тебя может убить, не убить, а побить и покормить, то ты должен делать так, чтобы он тебя побольше кормил и поменьше бил, потому что отрицательное подкрепление работает тоже очень хорошо, они хорошо это запоминают. Это все, что я могу сказать, я не знаю исследований глубже, но не уверен в их состоятельности. Нарушилась математическая какая-то порядок. Здравствуйте. Здравствуйте. Я, значит, следующий вопрос хотела задать, так, немножко просуждать, что ли. Если представить, что в нашем обществе появились люди с восьми конечностями передними, ну вот здесь, вот, с этой части, так будет удобнее, логичнее. Вот. И вот интересно представить, это было бы их преимуществом, или наоборот, в социальной системе нашей иерархии, они бы оказались наравне с нами, или даже ниже, потому что с одной стороны, если увеличить количество конечностей, то и обработка информации увеличивается, соответственно, функциональные зоны, отвечающие за движения и так далее, тоже увеличиваются. Но с другой стороны, мы ведь, если мы не амбидекстеры, мы ну, одной рукой что-то делаем, а другая у нас, как правило, ну, там почесать что-нибудь. Одной пишем, выполняем основные задачи, а другая, ну, что-то, ну, существует. И вот интересно, были бы в преимуществе такие люди в нашем обществе, или нет, как вы думаете? Вопрос философский, мне кажется. вот, мне кажется, во-первых, нам с двумя сложно управиться, действительно, а если было бы восемь, вообще не факт, что все удачно работало, да? Вот. Преимущества, ну, не знаю, но если бы у них был мозг развит больше, и они были бы умнее, возможно, они бы добились больших результатов. Есть исследование, что люди, которые занимаются спортом, при этом тяжелоатлеты, ну, занимаются всякими силовыми тренировками, они более успешны в жизни, потому что они преодолевают трудности. То есть, если вы потенциально можете себя заставить для того, чтобы делать неприятную вам задачу в надежде на результат, то, возможно, в других жизненных ситуациях вы тоже лучше справляетесь с задачами. Да, но это не то, не значит, что если вы пошли качаться в зал, вы неожиданно стали, там, не знаю, руководителем компании. Это значит, что у вас есть потенциальная способность преодолевать трудности, да, к ним относиться чуть легче, чем все остальные люди. Возможно, если бы у вас было восемь рук, и вы умели пользоваться разными предметами, то вы бы тоже были чуть более успешны. А возможно, вы просто перестали нравиться и не оставили потомства. Такое тоже может быть. Добрый вечер, спасибо большое за лекцию. Мой вопрос скорее возник, когда я видела начальные слайды про объем черепной коробки человека, и тут мне сразу вспомнилось, что, по-моему, Homo sapiens не обладатель самого большого по объему мозга среди представителей рода Homo, и меня давно, когда я увидела эту новость, такой факт интересный, заинтересовало, а вот почему, то есть, понятно, что там дело не только в объемах, но и в количестве изверин, все такое, но, казалось бы, логично, эволюционно было бы закрепить более объемную черепную коробку, чтобы потенциально больше функционал решал наш мозг, хотя, конечно, это вопрос адаптации, возможно, дело в том, что современному человеку, ну, он так сформировался, что ему этого достаточно, ну, и понятно, ресурсы тратить на излишек не очень хочется, но, как вы думаете, почему выжили именно мы с меньшими объемами головного мозга? Ну, я не могу сказать, что там было давно, не жил в тот момент, могу тоже просто порассуждать, во-первых, объем мозга действительно не всегда связан напрямую с интеллектом, у тех же птиц вообще нету коры, ну, вообще нет такой коры, у них за интеллект отвечают другие части мозга, и они прекрасно живут, да, у насекомых, у муравьев вообще мозг устроен иначе, все прекрасно, они все работают, да, то есть прямой связи с размером мозга нету, есть животные, у которых мозг сильно больше, при этом с задачами они справляются явно хуже, но, во-вторых, большая голова доставляет огромное количество жизненных проблем, ну, во-первых, рожать тяжело, да, вот, во-вторых, носить ее тяжело, но какие-то есть проблемы, во-вторых, возможно, вам не нужно быть настолько умным, например, нужно уметь договариваться, да, если вы умеете договариваться с другими сородичами, вы, скорее всего, самого умного тоже убьете, вот, в общем, основная жизнь человека была убивая и дальше все будет хорошо, всех остальных главное убить и все здорово, поэтому предположений может быть много, вот, ну, социальность все-таки, мне кажется, была определяющей для нас. Спасибо за прекрасную лекцию, у меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, есть ли у животных понятие эстетики тела? То есть, к примеру, я могу оценить, ну, вот, к примеру, собачка родила, среди всех щенков, я могу выбрать самого красивого, то есть не с точки зрения того, что он, не знаю, там большой, он меня будет защищать, а просто он мне нравится, я считаю его красивым. Вот у них есть такое понятие или они считают, ну, скажем так, с функциональной точки зрения, если ты большой, значит, ты можешь отобрать, там, забрать себе лучшую самку и поэтому я красивая, а не с точки зрения эстетики. Спасибо. Спасибо. На эту тему у меня есть отдельная лекция про красоту у животных, так что подписывайтесь на ВК, она там где-то выложена в кучу. Про красоту. Красоту интересно. Мы, во-первых, не можем узнать, действительно, они понимают, что красиво, а что нет, но для этого надо уметь разговаривать все-таки, да, иначе вы не понимаете, красиво или нет. Они точно оценивают, ну, если мы будем говорить о птицах, о обезьянах, тех, с кем проще ставить эксперименты, мы можем оценивать, они оценивают симметричность, например. Им нравится левая и правая половина, когда довольно хорошо совпадают, потому что, если у тебя лицо изуродовано шрамом наполовину, то, скорее всего, ты не очень хороший, да, ну, то есть, значит, твоя жизнь была наполнена на каких-то проблем, либо ты слишком агрессивный чересчур, либо ты не умеешь постоять за себя, от тебя дети будут не очень хорошие, но потому что они будут слабые. В другое есть, есть такое понятие, гандикапа, это, в общем, такая тоже спорная теория, но она хорошо описывает происходящее в природе. Если вы возьмете павлина, у него будет огромное надхвостье, да, этот шикарный надхвостье. С точки зрения жизни оно ему жутко мешает, то есть самцу с этим надхвостем летать очень тяжело, за ним хищники бегают, его за него схватить легко, за ним надо ухаживать, перья должны выглядеть очень хорошо, но при этом самкам очень нравится. И у самца, у которого классные перья, хорошо ухоженные, с яркими, с глазчатыми пятнами, такие самцы успешны. Самки, скорее всего, когда смотрят на этот хвост, оценивают состояние пера, размер пера, и если самец мог не только выжить, но еще и потратить ресурс на то, чтобы показать такой хвост, значит он сильный самец, значит он хороший. Куча экспериментов, когда глазчатые пятна закрашивают, и самец перестает быть интересным самком, потому что тебя отрезали. У птиц пение, они оценивают красоту пения, и сложное пение более привлекательное для самок, чем простое пение. Но это опять же говорит о том, что у самца было куча свободного времени для того, чтобы осваивать новые, бесполезные, с точки зрения жизни, навыки. Стервятники едят какашки, и самцы, которые едят какашки, более успешно у самок, они более желтые, потому что если ты можешь себе позволить есть экскременты, значит ты суперздоровый. Все работает так. Если вы с утра смогли причесаться, помыться, подушиться, значит скорее всего у вас есть куча свободного времени, и в целом вы успешный человек. Если вы спите и воняете около вокзала, то скорее всего дети от вас будут не очень хорошие. С точки зрения биологии культура может работать иначе. Здравствуйте. Судя по вашим словам, Канзи принимал сон за реальность. Есть ли животные, которые осознают, что такое сон, и они понимают, что они прямо видят сны? И если такие животные есть, какое самое примитивное животное понимает, что такое сон? А мы не знаем. Я вам... Это короткий ответ. Если мы знали, что это такое, а мы не знаем, что это такое. Я уже забыл, какие были вопросы. Надо было записывать. Крысы видят сны? Думаю, что да. Спасибо за вопрос, потому что экспериментов с крысами очень много. Они сюда не попали ни потому, что с ними никто ничего не делает, потому что в лекцию про всех рассказать невозможно. Но с крысами очень много экспериментов, и мы знаем, что у них очень сложное поведение. У них есть альтруизм. Они помогают своим сородичам просто так. Они прекрасно помнят, кто сделал им хорошо, кто плохо, и помогают тем крысам, которые сделали им хорошо. Они оценивают потенциальную выгоду. То есть они знают, что если в этот момент я помогу, то в следующий момент скорее всего мне помогут. У них есть разные характеры. Есть трусливые, есть более сильные крысы. Одни становятся лидерами, а потом они становятся более трусливыми. Ну, в общем, там долгая сложная социальная жизнь, не про все можно рассказывать. Так что думаю, что крысы точно видят сны как собаки и кошки. Добрый вечер. Спасибо за лекцию. Такой вопрос. Вы несколько раз упомянули животных умных, у которых принят матриархат. А есть ли какая-то корреляция с этим в целом? То есть, может, там животные из матриархальной системы более умные? Или наоборот? У муравьев матриархат. Да, у них вообще главная царица, а все остальные это бесплодные самки. А самцы вообще только спариваются и умирают. Ну, это сложно назвать матриархатом, конечно, я так шучу, да? Да нет, я думаю, что это не связано с патриархальной или матриархальной системой. Вон, косатки, пожалуйста, матриархат. Умнее животное, сложнее себе придумать. При этом, работающий матриархат. Да, тут нет корреляции с троем. Здравствуйте, спасибо за лекцию. У меня вопрос по поводу зеркального теста у собак. Было в лекции заявлено, что был результат такой, что собака смотрит в зеркало и осознает пространство, когда подходит. Хозяина узнает, да. Вот, но есть же и другие органы чувств, от которых собака получает информацию. Почему был тогда в эксперименте именно такой результат так интерпретирован? То есть, может быть, органы чувств у нее закрывались другие, чтобы не было искажения? Да, конечно, там несколько, во-первых, все, что я рассказываю, это тоже такие вишенки на тортике, там огромное количество повторностей, все слепые тесты и так далее. Безусловно, там есть контроль. То, что она осознает не шум, не движение сзади, а то, что она видит хозяина в зеркале, изображение хозяина в зеркале. При этом подвижные, кстати, фотографии, они не узнают в зеркале. Но это я только на уровне наблюдений тоже знаю, я не знаю на уровне статей это, но видел такие наблюдения, что им дают картинку человека, ставят манекен, ну не манекен, а фотографию распечатанную в полный рост, и они на нее не реагируют почему-то. Может быть, действительно, что-то еще работает, может быть, телепати. Спасибо большое за лекцию. Хотелось бы уточнить, когда мы говорим и изучаем интеллект животных, насколько мы можем оперировать нашими человеческими понятиями, такими как счеты или цвета, насколько они соотносятся для животных. Я понял. Ну, смотрите, для человекообразных обезьян соотносятся, ну, как бы нет оснований думать, что шимпанзе видит мир, ну, может, видит цвета чуть иначе, но нет оснований полагать, что она цветы, цвета определяет как-то по-другому. Но для нее тоже есть цвета, они тоже разные, для собак тоже цвета. То есть, мне кажется, что очень неправильно думать, что вот мы такие отличные, и все другие животные как-то иначе. Млекопитающие в большинстве своем, скорее всего, у них все работает все точно так же, как у нас с вами, потому что зачем природе было придумывать кучу раз разное. С другими животными, наверное, они там могут цвета видеть иначе, но они точно видят разные цвета, потому что для них это жизненно важно. Как бы нет оснований предполагать, что в природе должно быть что-то иначе. С муравьями? Да, мы не знаем. Да, они считают по-другому, но как-то считают. Возможно, конечно, это не цифры вообще. Очень сложно в любых экспериментах отказаться от полностью антропоморфизмов, от антропоцентричности и так далее. В общем, сложно от того, что мы люди, и мы меряем все по себе, потому что мы это исследуем, мы исследователи, эффект этот всегда есть. От него, конечно, стараются всячески отказаться, избежать, построить эксперимент так, чтобы он был построен чисто, но полностью от этого отказаться, конечно, пока невозможно. Сложно. Но думаю так же. Ну, я думаю, что... То есть обезьян точно вообще никаких сомнений нет. Я думаю, то, что я задам последний вопрос. После этого у вас будет возможность... Тут еще два. Давайте мы быстро. Я прям коротко отвечу. Одним словом. Блиц-блиц. Ну да, давайте. Два человека давно просто тянут руки, и мне прям обидно. Спасибо. Большое спасибо за чудесную лекцию. Спасибо. У меня вопрос. Есть ли примеры, когда животные помогают представителям других видов или кооперируются с ними? Примеров в кооперации много. И они иногда кооперируются для охоты удобной, для того, чтобы помогать другим особям другого вида. Ну, я знаю, что некоторые обезьяны могут помогать детенышам других видов, но мы не знаем, почему так происходит. Возможно, они как-то замещают или у них какие-то ощущения, связанные с их детьми. Мы не знаем точно, почему так происходит. Вот. Кооперация есть. Про взаимопомощь другим видам сложно сказать. Не знаю. А есть ли корреляция между продолжительностью жизни животных и их умственными способностями? Спасибо. Да, безусловно, есть. Более, ну, как сказать, умные животные чаще всего живут долго. Это основной вывод. Действительно, все умные, все долгоживущие животные умные, нет, скорее всего, нет. Все короткоживущие животные глупые, тоже, скорее всего, нет. Но, вот, осьминог, исключение. Но в большинстве своем действительно животное, которое умное, живет долго. Потому что интеллект это приспособление, которое работает в долгую, да, оно не работает сегодня. Вам надо накопить опыт. Спасибо. И в переносе на людей, если это тенденция, то тоже есть корреляция. Ну, мы же живем долго, значит... Умные люди или люди физического друга? мы же не можем сказать, люди умные или глупые. Но мы знаем, что дрозофилы, когда у них в обществе становится очень много умных дрозофил, они вымирают, быстро и очень коротко живут. Интеллект очень энергозатратный, поэтому у муравьев около 1% умных. У дрозофил тоже в целом в обществе, в популяции 1% умных. Как только становится супер много умных, они начинают вымирать. Так что делайте из этого вывода. В гениев должно быть немного. Спасибо. У дрозофилы есть свой великий аттрактор. Про интеллект я бы тоже так сказал, что не все все-таки долгожители профессора. Но есть все-таки корреляция, что если человек постоянно учится, постоянно занимается каким-то освоением новых навыков, то у него гораздо дольше сохраняется светлость ума. За счет чего он может более длительное время активно вести свою жизнь. Дожидаться инфаркта. Забавный факт, что примерно ровно 10 лет назад курилка началась с лекции про Коко, которая меня в сердце вообще поразила. Видеоролик, на котором одна сидела на диване вместе со своей семьей, где-то рядом лежала овчарка какая-то, и ей дали какой-то хот-дог или что-то вроде этого. Она собиралась все это в одиночку съесть, ей говорят, слушай, ну вот поделись с собакой, называли ее по кличке, я уже не помню как, и она на это собаку, естественно, отреагировала, что во, хот-дог, и, конечно, шок был, когда она разломила пополам и со своей руки покормила собаку. Когда человек кормит и ты это видишь, это ничего особого, а когда горилла кормит собаку с руки, это, конечно, взрыв мозга. Ну то есть такой вот какой-то прекрасный фаворит в моем сердце. Давайте поблагодарим Илью. Спасибо большое.